Приветствую вас, друзья! Это я, человек, который не может жить без своего блога. Сегодня на телеканале 112 произошел достаточно интересный, ну не то что спор, а выход в эфир. В эфир вышла некая Ирина Фарион. Я-то думал, что Ирина уже пасет стада овец на полях своих предков, можно так сказать. Но она жива, здорова и выходит в эфир. И все с той же темой. О, если мы хотим жить в правовом государстве и чтобы против нас действовали законно, и тут я не понял, как бы, ну, при чем тут правовое государство и язык? Ну ладно, окей. То мы должны внедрять в жизнь 10 статью Конституции Украины. Для того, чтобы сразу же снять все разночтения. Я сейчас вам зачитаю на русском языке 10 статью Конституции Украины. Зачитаю, чтобы вы ее запомнили. Итак, государственным языком в Украине является украинский язык. Оно и понятно. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков, национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. Это для того, чтобы вы четко поняли, что написано в этой 10 статье Конституции, на которую будет по ходу всей этой дискуссии ссылаться в Фарион. Если ты не прочитал за 26 лет, значит у тебя проблемы с собственным развитием. Я прочитал, значит у меня нет проблем с собственным развитием. У вас тоже, потому что вы уже услышали, что значит 10 статья Конституции Украины. Поэтому люди, которые за 26 лет этого не осуществляли, не интересуют меня как субъекты, которым тут комфортно или не комфортно, на каком-то собаченном. Ой, 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 а если вы не услышали бы вот это, что я вам прочел про 10 статью Конституции, то все. То вы те объекты, даже субъекты какие-то, вообще никто. И Фарион уже меня интересует, как будто бы Фарион кого-то интересует. Вы знаете про Фарион? Самое интересное, вы знаете, что она была членом КПСС. А вы знаете, кто это раскопал? Погуглите, это раскопал ваш покорный слуга. И я помню, как понеслось в мою сторону тогда, и в его свободе тогда собрало каких-то старых пердунов, и они рассказали, да, такого не может быть, это даже подумать, так не можно. А потом бэмсим, пожалуйста, документы, документы. И тогда она признала и сказала, я была в цьому лайне, там что-то там один месяц. Нет, нельзя было вступить в КПСС, просто шел и вступил. Это надо было хотеть. Вступить в КПСС. Надо было туда рваться. Я туда прорвалась. Я была членом КПСС. А потом смотри, как ее покрутило. Они меня интересуют не только, как граждане, которые имеют поважать мову тепловой нации и мову этой земли, хлеб, который они едят. Окей-докей, я уважаю мову. Я уважаю украинскую мову. Я уважаю язык той земли, которая выращивает хлеб. Я не понял, при чем тут хлеб, потому что хлеб же не бесплатно дают тем, кто знает украинский язык. Но она-то ведь о другом говорит. Она говорит о том, что люди, которые не общаются в быту на украинском языке, это вообще какие-то нелюди. Работы не даты, освиты не даты. Защадечусь наступного дня. Без жодных сантиментов. Работы не давать. И учебы еще не давать учиться людям, которые не общаются на украинском языке. Ого-го-го, махнула. Тобто, той, кто не разговаривает украинскую в жизни, на вашу думку, не должен иметь право на работу и на освиту. Так? А как же? А как же? Да вот так же. Как это? Почему я должен общаться в быту на украинском языке? Я его знаю. Я его уважаю. Но в быту я не должен на него общаться. Потому что не хочу. Не желаю. И все. Я вырос в русскоязычной среде. Не хочу. Он должен выполнять 10 статью Конституции Украины. А как она обязывает каждого украинца в жизни говорить украинской мовы? А если он живет на этой земле, какого черта? Он не говорит. Конституция обязывает, или нет? В 10 статье нет ничего по поводу бытового общения на украинском языке. Она психопатка. Он приедет в Америку. Какую мову он там будет говорить? Может испанскую, может английскую. Какую мову он будет... Ой. Палуев ее поймал, да? Потому что на самом деле он в Штатах может говорить и на испанском языке. Это закреплено на уровне законодательства. Ой. Но потом сделай вещь, что не расслышал. Английскую правильно. А в Польше какую мову вы говорите? Испанскую, например, в США можно говорить. Просто не расслышала. А вот тут Гордон высказывает две версии вообще. Она, кто она. Российский агент или с кукушкой в голове. Або вы российский агент, або вы психично хвора людина. О, она подтвердила. Второй вариант. И вот уже журналист цитирует ей ту самую десятую статью Конституции, на которую она ссылается. И мы ее не будем опять заново цитировать. Вы ее помните. Пані Ирино, я хочу вам процитувати статью 10 Конституции Украины, яку вы уже згадывали. Пані Ирино, вы чуєте мене зараз? Пані Ирино, чуєте мене зараз? Пані Ирино, чуєте мене зараз? Да, одупляется в 2017 год, я говорю, где я? А, разговариваю со 112. И выслушивает, собственно, выслушивает, когда я цитирую, что написано в 10 статье. Так, звичайно. Так, я хочу вам процитувати статью 10 Конституции Украины, про яку вы уже згадывали. И мы с вами разом пошукаем тогда, где тут згадывается про обовязковость. Ну и все, очевидно, что Конституция не требует общения в быту. Бред. Тож Конституция говорит про те, що и інші мови захищаются державою в Україні. И більш того, Конституция гарантує можливість їхнього вивчання і застосування. Что делать? А, Конституция и говорит, что украинский государственный язык. Все. Отже, Конституция говорит про те, що в Україні єдиною державною мовою є украинська мова. И продолжает, что все представители національних меньшинств обязаны знать украинский. Вы видели там такое в 10-й статье? А она видит. А она видит то, что ты не видишь. И все представители національних меньшинств обязаны цей державною мовою мают владеть. А где пункт про обов'язковість? Где пункт о том, що вони обязаны владеть українським языком? Там нет такого форіон! Державна мова. Володіти так, а ви курсуєте. Пані Ірина, де пункт про обов'язковість використання? Отже, всі повинні обов'язково владіти мовою держави. Все, оставим ее с ее заблуждениями. Теперь я вам хочу кое-что показать к слову. К слову о языках. Вот это вот Оксана Сыроїд. Оксана Сыроїд сидит по левую, по-моему, руку, от Порубія на трибуне Верховной Рады. Там она сидит, вернее, в президиуме. Вот. А по правой руке от него сидит Ирина Геращенко. И вот. Коли вы решите, нарешті, це спекулятивно, якщо честно казати, питання мови в выступу депутатів у залі. Тоді, коли буде прийнятий закон про державну мову. Почему она разговаривает про язык? Потому что она закрывала рот народным депутатам, конечно же, оппозиционным, которые решали в Верховной Раде говорить на русском языке. Я вас прошу, чтобы вы выступали в державну мову, и вы сможете задать свое запитание. Предварительно она выключила ему микрофон. Вау, такая, ну просто неприступная такая гора. Знаете, Кремль. Кремль или на украинском, или ни на каком животное. Вы выступайте в державну мову, и не будет проблем. Это украинский парламент. И, если вам не подобается, вы можете выступать в российском в другом парламенте. Какие проблемы? Ой, ну молодец, женщина. Посмотри, какая принципиальная. Да не нравится. Можешь выступать на русском, только в другом. В Госдуме, да? На проекты не будем. Спасибо за внимание. Коллеги, я хочу еще раз вернуться. Сегодня у нас будут заседания комитетов. Есть в низ законопроект про изменения к регламенту, где предупреждается, что ведение на Верховной Раде Украины и на комитетах происходит государственной мовой. А это уже Порубий попускает, и, конечно же, опять оппозиционный блок, да? Попускает по поводу использования русского языка. Нет пенсий. Впервые в Украине сложилась такая ситуация, что минимальная... А это уже Ирина Герасченко закрывает рот, которая сидит по правой руке от Порубия, закрывает рот Вилкулу, который посмел по-русски говорить. Молодцы. Молодцы. Да, принципиальные люди. Я хочу напомнить, что вчера так же от оппозиционного блоку российского мова выступала паня Наталья. Я обратилась так же с проханием шанувати государственную мову и все выступы, чтобы с трибуны Верховной Ради были украинской мовой. Слушай, Ира, ну ты просто молодец, ну ты просто молодец. Закрыла второго народного депутата от оппозиционного блоку. Молодцы. На трибуне Верховной Ради государственный орган мы такого не можем видеть ни в Франции, ни в Немеччине, ни в США, ни в другом стране. Паня Наталья, моё великое прохание. Великое прохание моё для вас. Порубий закрывает рот, говорящий по-русски королевской. Молодчина. Почему эта норма есть? Потому что он говорит со своими избирателями. Я прошу заразу подойти выступ. Нарубить конфликт, где его нет. Есть единственная державная мова в Украине. Это и мова украинская. Молодец. Порубий вообще прервал этого Васю. Молодчиночка. Да. А вот это вот на сцену выходит. Народный депутат Дэйдэй. А он с партии, куда входит и порубий. Понимаете? А зараз слово для пояснений надается народному депутату Украины Дэйдэю Евгену Сергеевичу. Будь ласка, пане Евгену. И вот выходит Дэйдэй. Я увеличил чуть громкость, да? И пустил даже титры для тех, кто не может расслышать. Ну вы расслышите. Если несколько раз прослушаете, вы поймете, что он сказал. Жень, можешь по-украински? Не, не можешь. Так иди по-просу выборщения. Скажи, выборщи ты мне, будь ласка. Да и все. И все, какая разница? Можешь и по-русски тогда говорить нормально. Добрый день, уважаемые коллеги. Я извиняюсь, что я говорю на русском языке. Просто я из города Одессы, поэтому мне удобнее говорить на русском языке. О, нет, нет. Да говори украинскую. Срочно выбросьте его с трибуны. Отключите микрофон. Не, поруби, не отключает. Более того, он говорит, что... Ну, это же исключительный случай. Доброе. Кузырь, я думаю, что ты был неотковый выпадок, когда мы дам возможность выставить свою позицию в гонюю. Особый случай, поэтому пусть Женя, но это с Женя. Что вы не знаете Женю или что? Он же с Народного фронта. Это Жека, тю. Пусть расскажет по-русски. Ну, какая разница? Да, ну... На самом деле я вам скажу так. Вот я... Ну и, короче, Жека все рассказал по-русски, как надо. Обратите внимание, кто абсолютно бессловесно сидит по правую и по левую сторону от порубия, который без проблем разрешает своему другану разговаривать в Верховной Раде на русском. Вот это вот та самая Оксана Сыроид, которая блатовала, отключая людям микрофоны, да? А вот это вот та самая Ирина Герасченко, которая вилку тоже сказала, что он обязан говорить на каком языке? Правильно, на украинском. И еще там ряд людей закрывала так же рты. Но тут она сидит и молчит. Просто как воды в рот набрала. А как вроде бы... А вторая Сыроид сидит там что-то... Срочная СМС-ка пришла, понимаешь? Она просто... Она даже не слышит, что там в Раде говорят на русском языке. Так вот, собаки. Вы, знаете, вы пользуетесь... Это я обращаюсь к собакам, если вдруг они... А, они смотрят, знаешь? Вы пользуетесь этим правилом, что, типа, друзьям все, врагам закон, да? И вы постоянно готовы нависать за определенные вещи на своих врагов. Но своим друзьям вы никогда этого не заметите. Это государство двойных стандартов. Я это говорил, говорю и говорить буду. И если им нужно будет на китайском, чтобы выступил какой-нибудь их дружбан, то без проблем он выступит на китайском, абсолютно наплевав на все, что они говорили до этого. У меня все, я кончил. Подписывайся, друзья. Пока.